Открытая студия 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 Там не может быть импровизации. То есть там есть история, которую нужно показать. Это вызов всегда. Ну, я думаю, что показать историю песком – это же не то же самое, что зарисовать небольшим комиксом или снять видеофильм. Нет, это очень интересный процесс внутренний. Я не знаю, у меня он происходит… У меня картинка постепенно появляется в голове. То есть когда я общаюсь с человеком, он мне рассказывает историю, у меня этой картинки нет. Потом я думаю о его истории, думаю об этом человеке. Я чувствую его энергетику, атмосферу. И у меня постепенно вот эта картинка в голове появляется. Какие именно моменты можно зафиксировать, какие показать, какой за каким момент следует, какие моменты важные, какие не очень, какие можно отпустить. Потому что всю историю её не нарисовать полчаса, час, два часа. То есть нужно вкратце изложить главные факты, какие-то определённые зацепки, которые будут связаны именно с человеком. Это разделяется с его историей, с его событием. Это любопытно. Прежде чем мы перейдём к непосредственно вот этим историям, тем заказам, которые вы отметили, и конкурсной составляющей, любой человек может сходу научиться рисовать песком. Вот просто вы обозначили, что с самого детства вы рисовали, рисовали в семье, а впоследствии вы пошли учиться на педагогу уже в 25 лет. Навыки художника, я имею в виду классического характера, условного, очень условного классического, чтобы, надеюсь, все художники, которые сейчас смотрят нас по телевизору или слушают по радио, не придут с вилами и факелами к нашей студии, к окну. Но я имею в виду под классикой подразумеваю вот лист, холст, карандаш, там уголёк, неважно. То есть что-то, что человек представляет в первую очередь, когда говорят о рисовании. А ведь у вас нет ни пишущего какого-то устройства, девайса, ни карандаша, ни ручки. Вы же все это делаете пальцами, правильно? Вот, по песку на материале, подсвеченном лампой. Ведь методика сильно отличается от рисования в том представлении, которое у нас есть. Нужно какое-то дополнительное профильное образование? Вам приходилось какие-то постигать курсы, изучать что-то? Или вот просто достаточно того, что вы с детства рисуете, и там всё время это было ваше хобби, и песок вам дался с первого раза? — Этого достаточно, но это не обязательно, потому что если речь идёт именно о рисовании какой-то конкретной истории, это навык, который даётся. То есть было у меня несколько примеров, когда невесты приходили ко мне за 2-3 месяца до своей свадьбы, и на своей свадьбе они рисовали конкретно историю своего знакомства. — При этом они не художники. — Они не художники. То есть это навык, который можно усвоить. Образование художника и навыки художника, они, безусловно, помогают. То есть ты сделаешь это гораздо легче и гораздо быстрее. Но иногда бывает так, что человек, который занят какой-то в узкой области, вот именно художник, я сталкивалась с тем, что был один человек, который рисовал каменной крошкой. Вроде бы похожие вещи, да, но там цвет есть, там нет подсветки. И это совершенно другое. Он не смог, ну, он очень долго стоял, ковырялся в песке, он не смог нарисовать ничего, потому что у него уже, ну, как, профессиональная деформация. — Да, ну, другой профиль. — Да, другой профиль. И, ну, мешает, с одной стороны, с другой стороны помогает. — Ну, и оборудование другое. Вот здесь мы что имеем? Что это из себя представляет? — Ну, это стол, в котором, всё правильно, вы сказали, внутри диодная лента и оргстекло, рассеивающее свет. — Для тех, кто нас сейчас смотрит по телевизору, им проще воспринимать более того, так скажем, небольшой спойлер. А в второй половине программы мы попросим нашего гостя продемонстрировать, как всё это происходит и выглядит. Но на данный момент мы видим перед собой даже не квадратную, слегка прямоугольную плоскость, эдакий ящик. Ну, вот назовём его так. Я просто пытаюсь описать, так, чтобы визуализировать. А с внешним визуально белым полотном внутри, куда насыпается песок, это оргстекло, насколько я понимаю. И изнутри в конструкции то, что мы уже не можем наблюдать, это диодная лампа. Она даёт необходимое свечение, потому что в этом суть. Песок нельзя рисовать, просто выложить на стол и делать им изображение. Ведь это игра и воображение, и света в том числе. — Да. — А вы знаете историю, откуда вообще пошла песочная анимация? — Да, я знаю, я писала курсовую по песочной анимации. И мне пришлось, ну, как пришлось, мне было интересно, конечно же. Первым песочным аниматором, ну, так назовём, была американская художница Кэролайн Лив. Это были 60-е и 70-е годы. Она рисовала дипломную работу. Это называется техника, насыпная анимация вообще. Она включает в себя вот песочную анимацию, потом мукой рисует там на чёрных поверхностях, солью, ну, чем угодно. Вот если ты сыпишь, это песочная, насыпная анимация называется. — Ну, то есть всё, чем можно развлечь себя на кухне перед тем, как они уже приготовят эти порошки. — Да, или если у вас есть маленькие дети, они не случайно нашли муку, именно этим они и занимаются. Вот. Потом, если касается нашей страны большой, студия Хитрукана Эрнштейна, помните, может быть, конечно же, помните, мультик «Ёжик в тумане». — Да, безусловно. — Да. У этого режиссёра есть сказка, называется она «Сказочка про козявочку» или «Про букашечку». — Оба варианта нам подходят. — Да-да-да. Тоже она сделана с техники песочной анимации. — То есть, получается, мы не так уж и долго отставали от этого тренда, я имею в виду, в 60-е, 70-е годы песочная анимация пошла в массы, если мы говорим о советской мультипликации. — Она не пошла в массы. То есть это были частные, единичные случаи. Тогда она была изобретена, ну, можно так сказать. А пошла в массы она совсем недавно. — Совсем недавно. — Ну, вот, наверное, в конце 90-х, может быть, максимум. — Даже так. Подробнее об этом вопросе уже по завершению рекламного блока. Через полторы минуты продолжим нашу беседу, так что не переключайте «ФМ-волну» и свой телеканал. Продолжает говорить и показывает открытая студия совместный проект «Радио Рекорд» и телеканала «Арктик ТВ». Я ее ведущий Николай Дукмас. Напомню, в гостях у нас сегодня мастер песочной анимации Людмила Семенова. В первой половине программы мы немножечко выяснили для себя, определили, что из себя представляет песочная анимация и даже ее короткую предысторию. Единственное, о чем я не спросил у вас, так как мы теперь гораздо больше знаем о вашей биографии и о работе, о том, когда именно вы пришли в песочную анимацию. В 25 вы решили, что бухгалтерское ремесло — это не ваше направление, так как морские просторы покорять все еще как-то гендерно неверно и несправедливо, как было решено в вашей семье. Да, перешли в педагогическое и стали заниматься уже художественным искусством. Вот такой вопрос. Песочная анимация на момент времени — это ваш постоянный вид деятельности или все еще остается хобби и заказы? Ну, то есть, как вы смогли превратить свой досуг в свою единственную полноценную работу? Да, мне очень повезло в этом плане. Уже, наверное, лет пять как. То есть, я постепенно уходила от какой-то другой работы. Я пришла в педагогику окончательно, занималась с детьми, преподавала курсы песочной анимации. Но сейчас я пришла к тому, что это немножко специфический вид для того, чтобы… не для того, чтобы дети занимались им постоянно. То есть, это обучение должно быть проектным. Если у ребенка есть цель проект — нарисовать в итоге что-то, то да, это подходит. Или использовать песочную анимацию как инструмент в изучении языков, вот такое вот, то да. А если заниматься, вот там, ходить пять месяцев, рисовать песком, ну, это никому не нужно. Ни мне, ни ребенку, ни родителям тем более. И поэтому как-то мы так раз, плавно от этого ушли. И сейчас, да, я занимаюсь исключительно клипами, заказами на праздники. Мероприятия различного. Мероприятия, да. Ну, и для души у меня вот есть еще проект. А вы успели взрастить несколько учеников или учениц за тот период, когда все-таки работали с детьми? Конечно. То есть, в городе, в области, или, может быть, где-то уже по России и по миру работают мастера, которые прошли ваше обучение? Ну, нет, по России и миру они не работают именно песочную анимацию, так как это дети, у них еще полно там просторов, море пойти там. А, например, да. Да, например, они еще не пришли. То есть, вы всегда на уроках говорили, что песок – это, конечно, хорошо, но у вас есть шансы. Да, да, в отличие от меня. Да, да, да. И поэтому, ну да, я могу сказать точно, что мои ученики смогут, ну, нарисовать в любой момент там что-то. Мне просто любопытно, ну, это всегда, это всегда очень интересно, насколько это конкурентоспособная сфера. Творчество – это вообще особый вид деятельности и занятости, о котором можно рассуждать безумное количество времени, будь то поэзия или даже организация мероприятий. Я имею в виду, когда ты не поешь, не танцуешь, не сочиняешь, не рисуешь, а, естественно, занимаешься организацией, но это тоже тот же творческий процесс. И в каждой из перечисленных мной сфер для нашего небольшого города, даже для нашей небольшой по меркам всей России и области, всё равно наберётся такой немалый список специалистов и профессионалов, которые создают друг другу здоровую конкуренцию, постоянно тем самым повышая навыки, квалификацию, где-то спортивный азарт появляется в деятельности и так далее. А вот в песочной анимации вы чувствуете раздолье сольного правления на этом бау? Я чувствую раздолье, потому что именно я живу в Мурманске. Жила бы я где-нибудь в Санкт-Петербурге или в Москве, конечно же, там гораздо эта ниша, ну, забитие, можно ещё так сказать. Ну, более плотно занята. Более плотно занята, да. Я, когда начинала этим заниматься, я училась по роликам, которые, ну, могла находить. Потом решила съездить поучиться в Санкт-Петербург у художницы. И я поняла, что я ничего не потеряла. То есть это не та ниша, в которой уже десятки лет растут профессионалы, которые могут передать свои азы, знания. Это ниша, в которой ты любишь этим заниматься, ты этим занимаешься, и ты всё равно растёшь. То есть есть такая фишка, если ты занимаешься чем-то 10 тысяч часов, то ты профессионал. Ну, вот, как бы, посчитайте, я занимаюсь 10 лет, там, это, получается, по тысяче часов в год. И, ну, получается, что в день надо 3 часа рисовать где-то. Ну, немножко меньше у меня выходит. Ну, всё равно. А в Мурманске я начала заниматься этим первое. И потом, ну, у нас появились там 2-3 художника. Сейчас я о них уже ничего не слышу. Я не знаю. Может, они нашли что-то лучше. Может быть. Я просто очень люблю это дело. И, ну, я попала, как можно сказать, в поток, на волну. Всё равно, повышая свои навыки, вы участвовали в конкурсах, в каких-либо фестивалях? Я участвовала в фестивале «Птица Баренц». Это было давно. Участвовала в фестивале «Трасса». Но не как участника, как, ну, вот, выступала на открытие. Я понял. Я понял. Не в конкурсной части, а в качестве приглашенного артиста. И в конкурсах я вообще не участвовала. Участвовали мои ученики. Ученики, либо люди, которым, вот, допустим, конкурс красоты, и на творческий конкурс девушка должна показать вот что-то, номер. И вот она показывает этот номер. Ну, естественно, «Песочная анимация» не остаётся без внимания жюри всегда. То есть, ну, я понимаю, что песню спеть – это тоже сложно, и станцевать сложно. Но «Песочная анимация»… Но спеть, и станцевать, и при этом делать «Песочную анимацию» – вот это пик. Ну, это невозможно сказать. Вот это пик. Нет, ничего невозможно. Я вам, может быть, сейчас подкидываю идею для следующего эффектного номера. Я думала об этом уже, так что… Ну, теперь это как минимум два человека об этом думают, а так как мы в прямом эфире, нас может быть больше. Ну, так как ниша исполнителя-танцора, а.к.а. «Песочного аниматора» ещё не занята, это пища для размышления для тех… Набирай очень голову. …кто подключился к нам только что. Ну, а непосредственно о «Песочной анимации» мы будем сегодня не только говорить, но и показывать. И я думаю, сейчас самое время немножечко дополнить всё сказанное нами на протяжении эфира, который уже прошёл, в визуализации. Что вообще это из себя представляет? Потому как я убеждён, что многие этих клипов ещё не видели, и пока что представляет человека, который с палочкой сидит и на песке на пляже вот рисует. С палочкой можно и с палочкой. С палочкой был там Серёжа, в данном случае Людмила. Да, как это выглядит? Давайте посмотрим. Вам требуется определённое музыкальное сопровождение или подойдёт наша подложка? Ну, музыка всегда очень помогает, но и подойдёт подложка, в принципе. А вот она уже и играет на заднем плане в наушничках. Давайте сделаем. Что-нибудь такое лёгенькое весеннее, да? Ну, вы, конечно, можете сделать что-то на политическую повестку, но нам придётся прекратить эфир, поэтому давайте что-нибудь лёгенькое весеннее. Нет, я обойдусь. Так, я постараюсь, как заправский комментатор, озвучивать то, что происходит сейчас для тех, кто слушает нас через ФМ-приёмники. Готов поспорить, что я вижу, как зарождается солнышко. Да. И птички. Вам удобно, Вера Гороловой? Вы знаете, я вообще странный человек, так что да. Угу. Как любопытно, у нас песок забирается такими небольшими горстями и либо насыпается сверху тонкой струйкой, тонкой линией, либо ввезётся, так сказать, по полотну с широкими движениями пальцев. Описывать песочную анимацию, наверное, так же интересно, как рисовать. Вы знаете, да, я думаю, что я только что нашёл ещё одну дополнительную нишу. Просто я всегда думал, что четыре работы – это мало. Вот и пятое. Итак, это деревце слева от солнышка, а справа, кажется, мы сейчас увидим портрет. Да, у нас появляется лицо человека. Думаю, что это девушка. Возможно, когда у неё появятся волосы, я смогу сказать точнее. Ну да. Как удивительно, лёгкие штришки. Иной раз удивляешься тому, как у картины быстро появляется объём. Ведь песочная анимация подразумевает не фотореалистичное изображение, а с огромным количеством деталей. Но именно эти маленькие, небольшие дополнения добавляют к картине глубины. Тени будто бы специально, я имею в виду старательно, и длинными широкими мазками прорисованы, которые помогают обрисовать и линию глаз, и нос, и овал лица. У вас очень здорово получается. Я не знаю, кто-нибудь сейчас засекал время, кажется, две с половиной минуты у нас на это ушло, если не ошибаюсь, максимум три. Мы наблюдаем деревца, наблюдаем солнышко и такой весенний портрет девушки на крупном плане. И птичка. Я убеждён, что у нас же камера настроена таким образом, что видно всё изображение. Да, мы наверняка сделаем скриншот по завершению эфира и разместим это изображение отдельно, чтобы было видно, как по итогу мы это сделали. Я смотрел за вашим действием и всё пытался для себя понять технологию. То есть кажется, что всё так просто, вы не используете дополнительные инструменты, только пальцы, и есть, как я уже их озвучил, как будто бы несколько методик, либо мы насыпаем песок тонкой-тонкой струйкой, тонкой линией, как через песочные часы, ту линию, струю, которую можно наблюдать, либо широкими мазками прямо по самому полотну. И при этом вот объём, который я несколько раз упомянул, он настроится совершенно удивительным образом. У нас есть резкое контурное солнце, у нас есть листва, которые действительно создаются по ощущению листвы, и выражение лица человека. Долго вам приходилось учить себя по пескам так быстро отрисовать лицо, чтобы оно было детализированным и убедительным? Это всегда интересно было. Нет, недолго. Лицо недолго рисуется, ну вот правда. На самом деле, ну я же не засекала время, я здесь так, вот сейчас я буду рисовать лицо. То есть это всегда был такой медитативный процесс, и когда у тебя получается, ты такой, вот так вот оно получилось, и в следующий раз применяешь уже это. Но вот если так предположить, наверное, это можно назвать условно-базовыми элементами. Ну, тоже солнце, тоже деревце, в данном случае личико, то есть мы не конкретного человека, а вот общий образ. Вы говорите, что часто к вам обращаются с заказами на праздники, какие-то торжества. Бывают по-настоящему сложные задания? Когда человек что-то рассказывает, и вот вам надо что-то зарисовать такое, что сходу даже и не поймешь, как это сделать на песке, да еще и на ходу. Если я не вижу, как упростить эту картинку, что она должна быть именно сложной, с какими-то сложными элементами, я часто советую не живое выступление, потому что сложно показать это вживую. Пока я буду все это вырисовывать, зрители, ну, уснут уже, ну, это неинтересно, надо держать все-таки в томсе. Да, динамику. Я советую всегда заказывать клип, то есть, ну, уже готовый, с монтажом, со всеми вырезанными ненужными моментами, и тогда, да, я берусь за эту работу. Мне всегда интересно работать сложно. Ну, вот вы помните что-то такое, что прям вызвало у вас самый большой выхлоп азарта, то есть, да я просто не представляю, как это зарисовать, но я это сделаю. Это была армянская свадьба. Вам нужно было зарисовать всех гостей? Мне надо было нарисовать родственников всех гостей, которые живут там, родня. Я говорю, вы понимаете, говорю, что это, ну, бессмысленно и невозможно, и беспощадно вообще. А он говорит, нет, рисую нашу деревню, говорю, фотографию мне хотя бы покажите. Они такие, нет фотографии, рисуй какую-нибудь там деревню в горах и рисуй всех наших родственников, чтобы много было людей, много-много людей. И в итоге, ну, я уже, вот бывает так, что легче согласиться, чем объяснить человеку, что, ну, не надо этого делать. Кажется, я тоже с ними работал, да, действительно. Ну, и в середине моего 15-минутного мучения, ну, как мучения зрителей, они начали мне кричать, что ты там стоишь, иди к нам за стол. Ну, хватит уже. Ну, праздник удался, это самое главное. Да, да, в любом случае. Я думаю, что они дождались, пока вы дорисуете какого-то определенного родственника, которого все ждали на широком экране в виде песка. А может быть, самого пожилого гостя. Возможно, это была шутка или метафора про него. Вот. А после чего, логичным образом, отблагодарили вас за увиденное и за содеянное. Что хотим сделать и мы, поблагодарить за то, что этот весенний, теперь это уже, можно сказать, без иронии, солнечный день и старт теоретически тяжелой недели, ну, как понедельник, он всегда такой, начинается на позитивной творческой ноте. У нас, к сожалению, с вами завершилось время, которое мы можем потратить на дальнейшую беседу и на эфир, поэтому большое спасибо, что прибыли к нам в гости. Спасибо вам. Удачи вам в вашем творчестве. Всего доброго. До свидания. Открытая студия Продолжение следует...